всем привет меня зовут стася иванова и вы находитесь на канале бисероплетения в сегодняшнем мастер-классе мы будем делать простое колечко у . посмотрите какие два варианта колечко у меня показаны один вариант сделан с помощью прозрачной лески а второй с помощью черной ребята поддержите пожалуйста это видео поставьте ему лайк подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик для получения уведомлений о новых видео а что понадобится для того чтобы сделать это колечко и я покажу далее для того чтобы сделать колечко у . я использую бисер номер 10 матовый оранжевый матовый желтый и вот такой черный цвет также нам понадобится леска 0,22 миллиметра длиной 70 сантиметров и еще немного вдохновения для того чтобы творить все рассказала приступаем к мастер-классу вот схема колечко плетение колечко начинаем с первого звена первом звене у нас 4 желтые бусины на любой из концов лески наберите пожалуйста 4 желтые бусинки посмотрите внимательно вот наши четыре желтые бусинки разделяем их на две части 3 бусинки и 1 ту бусинку что с краю нам нужно проплести крест-накрест вот так далее сравниваем концы лески между собой и затягиваем это звено на середину лески посмотрите как должно получиться далее плетем второе звено оно состоит из трех желтых бусин на один конец лески наберите пожалуйста одну желтую бусинку на второй конец лески 2 вот эти бусинки далее тот конец лески на котором одна желтая бусинка желтую бусинку отправляем к плетению держим пальцами леску на втором конце у нас две бусинки их разделяем между собой самую крайнюю придерживаем пальцами а вторую отправляем к плетению далее смотрите что мы делаем мы крайнюю бусинку переплетаем крест-накрест пропускаем конец лески через бусинку вот так далее сравниваем концы лески между собой леску нужно придерживать руками на начальном этапе потому что она всегда ездит из стороны в сторону и из этого у вас могут быть концы лески разной длины и в течение плетения может произойти ситуация что у вас не хватило лески чтобы этого не случилось пожалуйста будьте внимательны на начальном этапе придерживайте пальцами леску и сравнивайте концы чтобы они были одной длины и так просто затягиваем эту бусинку на середину нашей лески подтягиваем оба конца и посмотрите вот мы сделали с вами второй крестик далее плетем третье звено в нем у нас три желтые бусины на один конец лески набираем одну бусинку на второй конец лески две желтые бусины вот таким образом и теперь снова тот конец лески на котором одиночная бусинка бусинку отправляем к плетению на втором конце лески у нас две желтые бусинки и крайнюю бусинку мы переплетаем крест-накрест технику повторяем так же как мы делали предыдущий раз вот так и снова придерживаем концы лески между собой чтобы они были одной длины и затягиваем третий крестик вот так должно получиться четвертое звено состоит также из трех желтых бусин на один конец лески набираем одну на второй конец лески 2 вот так повторяем технику одиночную отправляем к плетению здесь бусины разделяем между собой и крайнюю бусинку переплетаем крест-накрест подтягиваем концы лески вот мы сделали четвертый крестик плетем пятое звено в нем три желтые бусинки на один конец лески набираем одну желтую бусинку на второй конец лески две вот технику повторяем крайнюю бусинку переплетаем крест-накрест подтягиваем концы лески пятое звено готово шестом звене начинается рисунок нашей уточки на один конец лески набираем одну черную бусинку на второй конец лески две желтые бусинки смотрим черную бусинку отправляем к плетению желтые разделяем между собой и крайнюю желтую бусинку переплетаем крест-накрест подтягиваем звено и сравниваем наше плетение с схемой посмотрите внимательно у меня совпадают по рисунку все крестики и шестое звено седьмое звено состоит из двух оранжевых 1 желтой на один конец лески набираем одну оранжевую на второй конец лески желтую и оранжевую бусины посмотрите внимательно как я набрала эти бусинки в плетении одиночная оранжевая бусинка набирается на верхнюю часть лески там где черная бусинка а желтая и оранжевая снизу там где желтые бусины вот так теперь одиночную оранжевую бусинку отправляем к плетению желтую отправляем к плетению а оранжевую крайнюю переплетаем крест-накрест. Вот так подтягиваем концы лески. Посмотрите, как должно получиться. Восьмое звено состоит из двух оранжевых и желтой. На один конец лески набираем одну оранжевую бусину, на второй конец лески желтую и оранжевую. Посмотрите на плетение. Одиночную оранжевую бусинку она брала с той стороны, где у нас оранжевая бусинка, а желтую и оранжевую с нижней части. Сравните, пожалуйста, эти бусины со схемой. Теперь одиночную оранжевую бусину отправляем к плетению. Здесь бусинки разделяем между собой и крайнюю оранжевую бусину переплетаем крест-накрест. Подтягиваем концы лески. Посмотрите, как получается. Теперь сравните, пожалуйста, плетение со схемой. Девятое звено состоит из одной оранжевой и двух желтых бусин. На один конец лески наберите оранжевую, а на второй конец лески две желтые бусины. Набираем бусины вот таким образом. Повторяем технику. Одиночную бусинку отправляем к плетению. Две оранжевые разделяем между собой и крайнюю желтую бусинку переплетаем крест-накрест. Вот так. Подтягиваем концы лески и посмотрите, какой клювик у нас с вами получается. Десятое звено состоит из одной черной и двух желтых бусин. На один конец лески набираем одну черную, на второй конец лески две желтые. Посмотрите внимательно, как я набрала бусинки. Наберите, пожалуйста, бусинки также. Теперь одиночную черную мы отправляем к плетению. Две желтые разделяем между собой и крайнюю переплетаем крест-накрест. Вот так. И вот такой рисуночек у меня получился. Я надеюсь, что у вас получилось так же, как у меня. Что мы делаем дальше? Я не знаю, какого размера у вас колечко, но у меня уже все рассчитано. У меня 19 звеньев и двадцатое звено участвует в сшивании колечка. Поэтому, для того, чтобы понять, сколько вам нужно крестиков, просто приложите колечко к пальцу и на глаз прикиньте, сколько вам нужно сплести крестиков. И продолжаем плести. Так же, как мы плели второе, третье, четвертое и пятое звено. В каждом звене будет по три желтые бусинки. Далее я буду плести ускоренно и покажу вам, как сшить колечко. А также покажу, как завязать узелок и маленький лайфхак, чтобы плетение не распустилось. Вот я сплела 19 звеньев. Теперь примеряю колечко. Так, мне нужно сплести последнее, двадцатое звено. Для этого на оба конца лески я набираю по одной желтой бусине. Вот они. Отправляю их к плетению. Смотрите внимательно. Что я делаю дальше? Я разворачиваю наше плетение, беру оба конца лески в правую и в левую руку и визуально разделяю наше плетение на правую и на левую часть. Беру леску с правой стороны и пропускаю ее конец через крайнюю бусинку первого звена. Справа налево. Далее беру леску с левой стороны. Делаю то же самое, только в обратную сторону. Слева направо пропускаю через бусинку первого звена. Далее я просто подтягиваю концы лески и таким образом я соединяю колечко вместе. Далее что я делаю? Я беру конец лески с любой стороны, в моем случае с правой, и пропускаю его через соседнюю бусинку снизу вверх. Вот смотрите бусинка из которой выходят концы лески. Вот правая боковая бусинка снизу вверх. Я пропускаю леску, вытягиваю. Далее концом этой же лески прохожу в соседнюю бусинку, которая соединяет крестики между собой. Пропускаю конец лески справа налево. Вытягиваю леску и этим же концом лески прохожу через левую бусинку, вот она, сверху вниз по направлению к нашей левой леске. Вот левая и вот я вытягиваю правую. Посмотрите внимательно, таким образом я прошла насквозь леской через весь крестик. Теперь нужно подтянуть оба конца лески и завязываем узелок. Такой ответственный момент. Вот оба конца лески. Завязываем их также как завязываем шнурки. Делаем один оборот. Затем подтягиваем концы лески между собой и затягиваем узелок. Посмотрите. Далее делаем второй узелок. Повторяем. Делаем один оборот вокруг и затягиваем узелок. И делаем еще один третий узелок. Оборот лески вокруг себя и подтягиваем. Посмотрите, что у меня получилось. Теперь можно поступить двумя способами. Первый способ это мы просто отрезаем концы лески как можно ближе к узелку очень аккуратно и оставляем все так как есть и можем носить колечко. Либо мы отступаем примерно 3 миллиметра от края, обрезаем концы лески и далее нам нужно запаять кончики с помощью зажигалки. Я буду использовать второй способ. Обрезаю леску, беру зажигалку и аккуратно подпаиваю концы лески. Вот так. И пальчиком придавливаю. Этот способ запаивания концов хорош тем, что у вас наверняка не распустится узелок из лески. Леска достаточно гибкая и она может развязаться, если вы плохо затянули узелки. И вот такое колечко уточка у меня получилось. Смотрите, это колечко с мастер-класса. Это я сделала заранее. Использовала прозрачную леску. Посмотрите, какие классные. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях все ли было понятно в этом видео, а также поддержите его, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик для получения уведомлений о новых видео. А с вами была Стасия Иванова. Творческих успехов вам и вдохновения! Всем пока!